Продолжим рассказ о роли моряков в революции 1917 года и гражданской войне. После того, как мятеж Краснова-Керенского был подавлен, Дыбенко Павел Ефимович становится исключительно важной политической фигурой. В первые недели после Октябрьской революции решался вопрос о том, кто будет управлять флотом. И как ни странно может показаться, но первоначально революционные моряки выступали за то, чтобы во главе флота стоял адмирал. Был даже кандидат на эту должность, это был капитан первого ранга Модест Иванов, Второй Всероссийский флотский съезд, который проходил в ноябре 1917 года, произвел своей властью в адмиралы. В прессе с большим подъемом писали о том, что появился первый советский народный адмирал. Вот этот адмирал Иванов должен был стать либо морским министром, либо, как его стали называть эту должность, техническим руководителем морского ведомства. То есть имелось в виду, что он будет как моряк-специалист стоять во главе этого дела. Надо отметить, что моряки-делегаты Всероссийского флотского съезда видели в офицерском звании в тот момент не клеймо, а награду, признание заслуг перед революцией, потому что целый ряд революционеров получают офицерские звания. Скажем, известный Федор Федорович Ильин Раскольников, который был мичманом, производится в лейтенанты. Другой видный большевик Вахрамеев, который был унтер-офицером, получает чин мичмана, а через несколько дней лейтенанта. То есть моряки были склонны воспроизвести традиционную структуру управления флотом. Но вот здесь Дыбенко тоже предлагали офицерский чин, но он от него отказался. И, видимо, это был рассчитанный политический ход. Потому что уже к декабрю 1917 года ни о каких адмиралах во главе морского ведомства речи уже не идет. И Дыбенко оказывается во главе морского министерства. Вообще Дыбенко входил в триумвират такой, состоящий из него Крыленко и Антонова Овсеенко. При этом Антонов Овсеенко должен был играть роль военного министра, Крыленко верховного главнокомандующего, а Дыбенко морского министра. Но и Дыбенко так себя морским министром и считал. Он отодвинул от руководства флотом целый ряд людей, которые на это претендовали. Но это было не очень сложно, потому что преданные революции люди требовались везде. И тут же новая советская власть, молодая, испытывала кадровый голод. Нужны были люди для отправки во все концы России. И моряки, конечно, стали привлекаться к выполнению самых разных функций и задач. Но в числе прочего, скажем, моряки в первые дни после Октябрьской революции занимались подавлением винных погромов, когда толпа пыталась разгромить казенные винные склады. Моряки спасали коллекции Эрмитажа от пьяных, потому что по городу выползли слухи о том, что в подвалах Зимнего дворца имеются гигантские запасы элитных вин и прочих спиртных напитков. И толпы жаждущих халявы рванулись в здание Зимнего дворца. Но и несколько вызванных один за другим караулов присоединялись к погромщикам. Ну и после этого обратились к матросам. В Адмиралтействе находился довольно большой отряд матросов. Матросы поклялись друг другу, что если хоть один глоток кем-то из них будет выпить, то товарищи его тут же убьют. И связанные такой клятвой они двинулись к Зимнему дворцу, выдворили оттуда пьяных. И после этого были открыты краны винных бочек. Все было спиртное выпущено в подвалы. А затем пожарная команда откачивала эту жидкость подвалов Зимнего дворца в Неву. Но действительно надо признать, что если бы не такие радикальные меры, то Зимний дворец мог быть разграблен и потерян для культуры. В общем матросы буквально везде и в каждом шагу использовались. Их отряды начали посылать в различные регионы страны для восстановления советской власти. Ну и понятно, что Дыбенко было достаточно просто всех активных своих конкурентов удалить из Петрограда. Но может быть даже слово конкуренты здесь будет и не очень хорошо звучать. Потому что тогда, наверное, так это и не воспринималось. И, так сказать, не знаю насколько сам Дыбенко сознательно это делал. Но во всяком случае к началу 18 года он оказывается единственной такой крупной персоной во главе морского ведомства. Крупной политической персоной. Потому что понятно, что офицеры и адмиралы, которые занимали высшие должности, они в глазах политического руководства страны веса не имеют. Ну и о том, как Дыбенко теперь разговаривал с руководством страны, говорит история с разгоном ущерительного собрания. Но традиционно разгон ущерительного собрания с этим эпизодом связаны имена матроса Железнякова, который командовал караулом в Таврическом дворце. Ну и еще в советской историографии утвердилось мнение, что по распоряжению Ленина был произведен этот разгон. Но в действительности обстоятельства складывались несколько по-другому. Это гораздо более остро и драматически. Дело в том, что когда большевистская фракция учрительного собрания огласила свое обращение к собранию с требованием признать декларацию прав трудящегося эксплуатируемого народа и первые декреты советской власти и получила отказ, она покинула Таврический дворец. Вместе с большевиками ушли левые эсеры и вместе с ними ушел кворум, что очень важно подчеркнуть. Потому что и так-то учительное собрание было открыто имея минимальный кворум, немного больше 50% избранных делегатов. Но и когда ушли большевики и левые эсеры, которые составляли больше четверти собравшихся, то кворум тоже ушел. И собрание стало нелегитимным. Но при этом Ленин, уезжая из Таврического дворца, Дебенко очень долго и энергично инструктировал, говоря ему, чтобы ни в коем случае он не допускал насильственного распуска учрительного собрания. По мнению Ленина следовало дождаться, пока делегаты сами покинут зал заседания учрительного собрания Таврический дворец. И только после этого его запереть и уже на следующий день депутатов в Таврический дворец не пускать. Но Дебенко отдал совершенно другие распоряжения Железнякову. Он приказал Железнякову разогнать учрительное собрание, что Железняков и сделал. При этом руководство большевиков было вынуждено покрыть самоуправство Дебенко. Потому что, если бы Дебенко был дезавуирован, то надо было бы сделать вывод о том, что существует раскол между руководством большевиков и руководством революционных матросов, чего никак допустить было нельзя. Расстрел демонстрации в защиту учрительного собрания, который произошел 5 января на следующий день 1918 года, тоже был инициативой моряков. Ниакого приказа о распуске, о расстреле этой демонстрации не отдавалось. Можно процитировать выступление одного из моряков на заседании Центробалта в начале 1918 года. Большевик, надо сказать, по фамилии Курочкин, он говорил так. Почему Черноморский флот получает деньги вовремя на жалование, а Балтийский флот нет? Потому что Балтийский флот не раз брал за манишку Смольный. Ну и вот это выражение, брать за манишку, оно очень ярко характеризует то положение, в котором революционные моряки Балтики оказались по отношению к советскому правительству. Существует предположение, но я его разделяю, что отъезд советского правительства из Петрограда в Москву был продиктован в первую очередь опасениями того, что правительство окажется заложниками в руках моряков, руководимых Дыбенко и потеряет политическую самостоятельность. Поэтому, кстати, в первые месяцы после революции Совнарком ищет энергично те вооруженные формирования, которые могли бы взять на себя функцию охраны правительства вместо моряков. И находит в результате латышских стрелков, которые были гораздо более дисциплинированными и которые, самое главное, не имели ярких лидеров и не имели собственных представлений о той политике, которую нужно будет проводить. Потому что у Дыбенко такие представления были. Дыбенко занимал достаточно радикальные позиции и он был сторонником левых коммунистов, когда была дискуссия о Брестском мире. В общем, действительно, оказаться в руках революционных матросов было довольно опасно. Ну и после того, как правительство уезжает в Москву, произошел еще один эпизод, который вместе с отъездом правительства из Петрограда и поставил крест на этой политической деятельности Дыбенко. Дело в том, что в конце февраля 1918 года начинается немецкое наступление, когда Брестские переговоры были прерваны и немцы перешли в наступление по всему фронту. При этом Дыбенко во главе с отряда моряков выезжает на фронт под Нарву и пытается там остановить немецкое наступление. Но здесь этот эпизод достаточно плохо изучен, надо сказать, и он оброс многочисленными слухами. Но не добавило, конечно, порядка то, что Дыбенко сразу же вступил в конфликт с местным руководством военным сухопутных войск, которое считало, что все отряды, которые прибывают на фронт, должны ему подчиняться. Дыбенко считал, что в силу того, что он является морским министром, он должен руководить как минимум на том участке фронта, на котором он находится. Но и кончилось дело довольно печальное для отряда Дыбенко. В нем возникла паника. Моряки, естественно, не имели опыта ведения боевых действий на суше. И отряд этот обратился в бегство. Но существует легенда, что отряд этот добежал чуть ли не до Самары. Но это, конечно, было не так. Это миф. Но то, что отряд бежал с фронта, это было фактом. Дыбенко был отдан под суд. Причем интересно, что суд его оправдал. То есть в его действиях не было найдено никакого состава преступления. Но за то, что Дыбенко вступил в пререкание и пытался сам подчинить себе войска на фронте, он понес партийную ответственность. Его исключили из членов РСД РПБ. Но и восстановили его только год с лишним спустя, когда он реабилитировался, будучи отправленным на подпольную работу на Украину. Где он себя нашел. И таким образом матросы балтийские лишились своего признанного лидера, который мог бы повести их и против Совнаркома. Но надо тут вспомнить еще одну фразу, произнесенную Лениным. Когда шла дискуссия об резком мире, в какой-то момент Ленин оказался в меньшинстве. И он произнес такую фразу. Ну, если вы считаете, что нужно продолжать войну с Германией, вести вот такую же политику, то берите власть, а мы пойдем к матросам. Но вот эта фраза лишний раз свидетельствует о том, что моряки, на которых в данном случае Ленин рассчитывал, ну, или заявлял о том, что он на них рассчитывает. Моряки были реальной политической силой, которая могла правительство изменить мнение большинства в правительстве. И в результате переголосования Ленин оказался в большинстве после этой угрозы пойти к матросам. То есть угроза, видимо, была воспринята как вполне реальная. Но в результате Дыбенко оказывается смещенную с поста руководителя морского ведомства. Правительство отправляется в Москву. И балтийские моряки теряют ту политическую роль, которую они играли на рубеже 17-18 года. Но был еще один эпизод, завершающий такой вот этого периода. Дело в том, что в мае 18-го года в Петрограде произошло достаточно загадочное событие. К этому времени на территории города, ну или можно сказать в акватории, не вы лучше будет выразиться, стояла минная дивизия Балтийского флота. Это был довольно большой отряд эскадренных миноносцев, который находился здесь после вывода сил Балтийского флота из Ревеля и Гельсингфорса. Ну и обсуждался вопрос о посылке части этих миноносцев по речным водным системам на Волгу, для того, чтобы там поддержать советскую власть. Но пока эти миноносцы в бездействии находились в районе Петрограда. И в мае 18-го года начинаются митинги с участием матросов минной дивизии. Ими предводительствовали лейтенант Лисаневич и матрос Засимук, которые сформулировали политические требования. Они заявляли, что власть в Петрограде должна быть вручена морской диктатуре Балтийского флота. Что должна быть возобновлена война с Германией. И они достаточно жестко настаивали на своих требованиях. Попытка их переубедить ни к чему не привела. Но попытка арестовать Лисаневича из Засимука тоже ни к чему не привела, потому что матросы их не выдали. И в этих условиях, да, а командующий флотом Счастный, ну Счастный вообще был капитаном первого ранга до Октябрьской революции. Но потом он стал командующим флотом и выводил флот из Гельсингфорса в Кронштадт. Это был героический ледяной поход Балтийского флота. Его поэтому называли Адмиралом. Поэтому мы тоже можем сказать, что Счастный фактически был Адмиралом. Адмирал Счастный вел своеобразную в это время политику. Он, скажем, огласил перед представителями матросов приказ Троцкого о минировании кораблей Балтийского флота и взрыве их в случае взятия Петрограда немцами. А как раз весной 1918 года обострился в очередной раз конфликт между Германией и Советской Россией. Несмотря на подписанный Брестский мир, потому что немцы в это время заканчивают подавление революции в Финляндии. В общем-то это было сделано в основном силами двух немецких дивизий, высаженных в Финляндии. Белые и финны играли роль второстепенную. И не исключалась возможность такого броска немецких войск с целью захвата Петрограда. Ну и немецкое руководство обсуждало целесообразность этого мероприятия с учетом того, что захват Балтийского флота усилил бы немецкий флот в определенной степени. И дал бы ему возможность какие-то лишние шансы в борьбе с Англией и Францией на море. Но правда потом немцы решили, что шанс издержки этой операции будут выше, чем возможные плюсы. И немцы так Петроград не атаковали. Но на всякий случай народный комиссар по военным и морским делам, тогда уже Троцкий, отдал приказ заминировать корабли Балтийского флота. Причем этим приказом воспользовались английские агенты в Петрограде. В Петрограде в это время действовала достаточно разветвленная английская резидентура во главе с английским морским офицером капитан-лейтенантом Кроми. Но Кроми до этого командовал отрядом английских подводных лодок, которые базировались на Гельсингфорс. А когда весной 1918 года эти лодки были потоплены, чтобы избежать захвата их немцами, основная часть экипажей была отправлена в Мурманск и далее в Англию, Кроми остался в Петрограде как военно-морской представитель. И он довольно энергично занимался разведывательной деятельностью. Русские морские офицеры считали его своим, его хорошо знали, он неплохо говорил по-русски. И Кроми пользовался достаточно большим авторитетом среди морских офицеров, Кроми интерпретировал приказ Троцкого так, что большевики по приказу немцев собираются уничтожить Балтийский флот, для того, чтобы он не представлял больше для немцев угрозы. И Счастный способствовал распространению этих слухов. Но и в результате Счастный был вызван в Москву, арестован и 22 июня 1918 года расстрелян. Причем обвиняли его именно в том, что он готовил заговор против советской власти и распространял клеветнические слухи в отношении этой власти. Ну а Лисаневич и Засимук смогли скрыться и бежать за границу. Но возникает вопрос, насколько реальным была перспектива взятия власти в Петрограде матросами весной 1918 года. У нас был эпизод, но правда несколько позднее, когда вот это случилось в Баку. Как известно, вместо 26 бакинских комиссаров летом 1918 года власть была взята Центрокаспием. Центрокаспий это центральный комитет Каспийской военной флотилии. То есть орган избранный военными моряками, поддерживавшийся военными моряками. А Баку была главной базой Каспийской военной флотилии в то время. И диктатура Центрокаспия оказалась промежуточным эпизодом между советской властью и английской интервенцией. Английские войска по приглашению Центрокаспия были введены в Баку из Ирана. И дело закончилось английской оккупацией и расстрелом 26 бакинских комиссаров в частности. То есть не исключено, что такой же ход событий и в Петрограде мог бы произойти. Возникает вопрос, почему в октябре 1917 года балтийские моряки поддерживают большевиков, а в мае 1918 года часть их выступает уже против большевиков. Но здесь, видимо, надо иметь в виду именно фактор моряки, каких подразделений флота выступают за и против. Большевиков поддерживают в основном команда крупных кораблей, о чем я уже говорил. Команды крупных кораблей вообще, как правило, были наиболее радикально политически настроены. Тогда как команды мелких судов, наподобие миноносцев или подводных лодок, они гораздо лучше контролировались офицерами и выступали как орудие в руках офицеров. Для них авторит офицеров все еще был достаточно высок. И, вероятно, надо понимать, надо толковать эту ситуацию таким образом, что в октябре 1917 года роль сыграли моряки крупных кораблей. Затем они в значительной степени отправились на сухопутный фронт или были демобилизованы, потому что флот в феврале-марте 1918 года переживает массовую демобилизацию. Ну а матросы, оставшиеся на кораблях минной дивизии, находились под большим влиянием офицерства. А часть морского офицерства в это время выступает уже как противники большевиков и ищут различные политические комбинации, которые позволили бы большевистское правительство ликвидировать. Тогда еще формально большевистско-лево-эсеровское правительство коалиционное. Поэтому, видимо, вот это выступление в мае 1918 года исходило от своего своеобразного отряда моряков, которые служили на эсминцах Балтийского флота. Но все эти повороты исторические, все эти события, они свидетельствуют об одном, что матросы Балтийского флота представляли собой крупную политическую силу в 1917 и 1918 году, но не меньшую силу представляли собой черноморские матросы. Об этом мы еще поговорим применительно к истории с затоплением Черноморского флота и выборе черноморских моряков между Советской Россией, Украиной и Германией. И не учитывать самую важную и самостоятельную роль моряков никакая власть, которая существовала в приморских регионах, конечно, не могла. Но при этом нужно четко проводить различия между позицией морских офицеров и матросов. Об этом тоже разговор будет в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok